ну что ж дорогие друзья настало время устроиться поудобнее ваших креслах ваших стульях ваших машинах те которые сейчас ведут машину просьба запарковаться потому что то что вы сейчас услышите я думаю это что-то ну сравнимая разве что с не очевидным но вероятно кстати это название нашей программы сейчас у нас как всегда ведущая программы не на бастет здравствуйте здравствуйте на то ли здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня очень очевидная тема кстати кстати до того что мы объявим тему я хотел бы объявить номер телефона в студии это 847 4 0 0 5 2 0 0 4 0 0 5 2 0 0 так что услышите что-то но если появится вопрос или мнение пожалуйста звоните ну а пока мы начинаем прошу я сначала объявлю тему чтобы заинтересовать людей чтобы они с нами остались а потом сделаю два маленьких объявления а тема такая очень даже очевидно кстати как древние методы медицины могут помочь современному человеку в том в чем не может помочь наша традиционная западная медицина вот а теперь я просто сделаю два коротких объявления как всегда для женщин а следующая встреча клуба женской силы я богиня будет состоится 20 мая в 7 часов вечера в бафалагров и со всеми вопросами звоните пожалуйста по телефону 224-688-0155 224-688-0155 и второе важное очень объявление опять же для женщин 21 июня это день летнего солнцестояния один из самых сильных энергетических дней года испокон веков женщины ведуньи ночей энергии держится счастье семьи силой успех ее мужчины ее здоровье и молодость проводили ритуалы для наполнения себя женской энергией мы проводим ретрит с 21 по 23 июня в висконсине который будет предназначен для оздоровления и наполнения женской энергией мы можем назвать это женский магический ретрит это ретрит который поможет участникам участницам извините мужчины не приглашаются укрепить себя улучшить свои отношения в семье привлечь к себе любовь и просто классно отдохнуть от твои от своих проблем забот каждодневных каждодневной работы ретрит проходит на выходные дни в пятницу по воскресенье с 21 по 23 июня звоните за информацией по телефону 224-688-0155 224-688-0155 мы всего будем иметь это 8 или 10 женщин девушек любого возраста женатых замужних или незамужних всем нужна женская энергия поэтому присоединяйтесь как можно раньше а теперь еще раз объявлю тему передачи давай потому что тема очень интересная и так как и почему древние методы медицины могут помочь современному человеку в том в чем не может помочь наша традиционная западная очень высокого уровня медицина интересно ну мы же все знаем я сначала хочу сказать что это не является медицинским все что мы будем говорить не является медицинским советом поэтому пожалуйста никто не бросает никакие лекарства не бросается ничего делать то есть все все что мы о чем мы будем говорить позже в начале мы конечно сделаем вступление почему а потом как является дополнением очень часто к тому чего рекомендует что рекомендуют наши современные врачи поэтому пожалуйста это не медицинский совет я не доктор и так передачи то есть мы живем мы очень все не психологи не психиатр поэтому пожалуйста с этим не к нам сто процентов так что а если у вас есть вопросы какие-то пожалуйста звоните нам мы с удовольствием их услышим мы живем в обществе который очень имеет высокий уровень видите медицины а мы в америке не просто уровень медицины у нас высокий а еще и уровень медицинского обслуживания да правильно самый высокий наверное ну я думаю что один из самых высоких это точно мы не будем да есть наверняка и швейцария там и может быть даже япония которая может скорее всего выше подумать только что может вообще сделать медицина просто взять вырезать что-то и пришить новое да то есть другого человека то есть заменить печень заменить сердце заменить поставить чьи-то другие органы поставить пластиковый там я не знаю сустав чего мы только не можем это к сожалению пока еще не можем да и длительность жизни в современного человека не просто увеличилась да то есть где-то наверно я бы сказала за последние 150 лет наверно два раза как минимум то есть если они жили где-то там 200 лет назад до 35-40 лет то мы живем из среднего уровень наверно лет 80 до сегодня где-то так у женщин 76 77 лет мы научились бороться с колоссальным количеством микробов мы их увидели мы их увидели мы не просто мы их увидели под микроскопом и все несмотря на это люди болеют и не просто болеют а болеют такими неизлечивыми болезнями да и вроде бы мы слава богу избавились от таких страшных заболеваний как чума дизентерия и других инфекционных заболеваний которые в прошлые века убивали по пол города по пол страны им даже стоят памятники конечно эпидемии там чумы там памятник стоит как молитесь типа чтобы оно не пришло опять то есть мы с этим справились но при этом приобрели колоссальное количество новых заболеваний новых которыми мы не можем с которыми мы не можем справиться и все эти заболевания связаны именно с тем как мы живем именно с тем на каком огромном высоком уровне находится наша индустрия наша химическая промышленность чем наша индустрия наука и техника чем больше мы развиваемся тем больше болезни мы приобретаем болезни с которыми то это мы можем мы можем теперь бороться большинством болезней которые были 200 лет назад мы не можем справиться с теми болезнями которые сегодня то есть очень интересное да вот то есть мы можем заменить сердце но мы не можем его вылечить да мы можем заменить печень но мы не можем ее вылечить мы не можем предотвратить до определенности то есть после определенной западная медицина не может не занимается предотвращением болезней ну лечим уже лечим залечиваем то что уже произошло да вопрос в том что они не могут или они может быть не особенно стремятся это очень важный вопрос а хотят ли они вообще вылечить надо вылечить у меня всегда у меня всегда был так чтобы были здоровы у меня был всегда такой вопрос если мы запускаем человека на луну если мы можем с расстояние космоса до увидеть там какую-то собачку которая бегает у кого-то на бекарде неужели мы не можем излечить или изучить такую болезнь как рад такой болезнь как паркинсон такую болезнь как дыменша но я не верю в то что нет таких возможностей поэтому возможности не просто есть возможности возможности лечения рака есть просто их они никому не выгодны то есть на сегодняшний момент Есть вещи, которые даже нашего медицина Уже могла бы с чем справиться Но этому просто не дают ход Потому что разве нам выгодно В смысле нам, им Выгодно иметь здоровых людей А тогда на чем мы будем зарабатывать В смысле они Но самое главное даже не в этом Самое главное в том, что Мы не можем справиться даже с легким вирусом То есть каждый год В каждой стране мира возникает вирус Да, слава богу, это не чума Но это с этим вирусом Который мутирует постоянно А что он мутирует, интересно Может быть он мутирует именно от наших химикатов Именно от того, что По какой-то причине люди не могут с этим справиться Наша Чикаго Самая Я не знаю сколько людей, я не знаю статистику Имеет аллергию То есть мой сын абсолютно спокойно Не имел никаких аллергий До тех пор, пока один раз в жизни не принял антибиотик Один раз Один раз и последний Первый и последний Но с тем пор У него постоянная аллергия Каждый раз, когда начинается вот весна То есть он убил какой-то Просто что-то Какую-то клетку иммунитета При том, что я держу его постоянно на эфирных маслах То есть у него очень хороший иммунитет И все остальное Но с аллергией этой он все равно справиться не может То есть очень часто У нас, например, было очень интересно Просто поменяли ландскейпинг компании И компания, которая начала, просто стала, как видно, использовать другие химикаты И ребенок заходит и постоянно чихает То есть просто как невменяемый, 10 раз не останавливаясь А сколько людей у нас в Чикаго страдают аллергиями И мы не можем с этим справиться Давай примем звонок Добрый день, вы в эфире Добрый день Вы знаете, для того, чтобы вылечить рак И найти причину В возникновении рака Нужны своего рода гении Гении не рождаются каждый день И в каждое столетие Для того, чтобы догадать теорему в фильме Должен был родиться такой Григорий Перельман Который был вообще сейчас Отрешенный от жизни Он вырос таким и остался таким Вместе с мамой он путешествовал Окей, спасибо большое Мы сейчас не говорим о теории Меферми Мы говорим об элементарной вещи Желание и возможность заниматься медициной Насколько это нужно в первую очередь Давайте посмотрим вообще на подход Нас, обычных людей Как мы, пациентов Клиентов этих клиник и всего Посмотрите, как научили людей За последние, я думаю, 150 лет Не меньше, не больше Жить Кто должен думать о нас Будучи, чтобы мы были здоровы? Врачи Конечно Мне болит что-то, я позвонил Ну не я, слава богу Позвонил врачу Врач даст это вот А сам я не приму решение Сам Нас сказали Не дай бог Вы что, да эти бабки Которые там прописывали что-то Да они вообще в тюрьму должны сесть За то, что За то, что они вообще давали вам что-то Потому что, не дай бог, они используют слово прописать То есть у них же лайсенса нету А лайсенс кто выдает? Да Кто выдает? Поэтому если мы начнем говорить Врачи Наши врачи, можно сказать Они не очень-то и виноваты Потому что Их учат Так как их учат Их учат И к сожалению Химическая промышленность Это является самое Мы знаем, что она является Одна из там Пяти или шести Сколько самых Влиятельных Влиятельных В наше время Капитала Индустрии Конечно И именно наша химическая промышленность Дает Именно ее часть Фармацевтия Дает Все гранты Госпиталям Дает все гранты На образование То есть сначала Их учат Наших врачей И единственное В чем вина наших врачей Что они не хотят Развиваться То есть у нас есть Всего несколько врачей Вообще в нашей коммунике Врачей, которые действительно хотят Да, доктор Колс У нас есть такой Доктор Кипнис Которые Даже тот доктор Гордин То есть Не называйте его доктором Кем бы он ни был Это люди, которые Постоянно пытаются Нашему населению Чикаго Доказать, что Ребята Ну не слушайте просто Не идите как овцы На убой Просто делайте что-то для себя И самая главная проблема В том, что Наше общество Воспитано вот в этих вот Все эти 150 лет Что нас Заставили думать Что те люди Которые Не имеют лайсенса Не имеют знаний И тем не менее Когда петух клюнет Все бегут к бабкам Как мы говорили о том Что они бегут к бабкам Гадать Они точно так же Идут к бабкам Лечиться Ниночка Хорошо если идут А если люди летят На другой континент Да, на другой континент Абсолютно Для того, чтобы Интересно все-таки узнать Что же эти люди На другом континенте знают Абсолютно ничего Потому что те К которому они летали Оказался тоже смертным Не надо Ты имеешь ввиду Про Джану Гад Ты про него сейчас говоришь Я говорю в принципе В общем Потому что люди Которые Ну Мое мнение такое Что Те Которые Занимаются Народной Медициной Это люди Которые Действительно Они знают Не Понаслышки Они лечат Людей Своими Методами Просто может быть Их методы Не каждому Подходят Не общеприняты Это вообще Не приняты В смысле Они запрещены В многих В этом смысле Да Поэтому я То есть Нет богов Но тем не менее Есть люди Которые Нет богов Это в каком смысле Нет богов Которые Могут вылечить Все Абсолютно И на каждом уровне Не забывайте Конечно То есть Человек Который Дождал Бог меня простит Который Дождался Четвертой Стадии И пытается Вдруг Принять таблетку И вылечиться Но вы меня Простите Но нужно Как-то В этом Самая большая Ты правильное Слово сказал Пытается Принять таблетку И вылечиться С первого раза И идет К любому Хиллеру К любому Целителю И говорит Он мне не помог А что ты делал Из того Что он Тебе сказал Да То есть Ты поменял Свой Там Образ жизни Ты поменял Диету Ты поменял Что ты сделал Ты работаешь С собой Ты работаешь Своими мыслями То о чем Мы все время Говорим Нет Люди Люди хотят Волшебную таблетку Чтобы быть здоровыми Не понимая О том Что в нашем Обществе К сожалению Не можем мы быть Просто так здоровыми Ничего не делая Это невозможно Да Но ты видишь Вот смотри Люди хотят простую таблетку А кто эти таблетки Нам представляет Даже эти Те кто представляет Не могут нам дать Простую таблетку Но они Нам Нас пытаются Убедить в том Что единственный Наш путь Вылечиться Это принимать Вот те таблетки Которые Они выпускают Да И поэтому Повышение сознания Человека То есть человек Который не хочет Не понимает Вообще На чем основана Власть В нашего общества В принципе Не хочет Открыть свое сознание И поверить Все вещи Которые Не очевидны Но вероятны Не может поехать Потому что тогда Он выберет Неправильного Целителя Или неправильную Методику То есть тогда Этот человек Пойдет к шарлатану Которых достаточно Потому что На всем зарабатывают Деньги Главное Прочитать то Что ты хотел услышать Да И поэтому Этот шарлатан Точно знает Что тебе сказать Поэтому Очень важно Повышение сознания Ну ведь смотрите Давайте обратимся К старинным То как вообще Наша Наша химия Наша медицина И наша вообще Все возникло Даже в самом Одном из главных Мифов нашего Общества Нашего времени В писаниях всех То есть я не буду Упоминать все писания Это Библия И Тора И Коран И все У них у всех Есть одна Общий миф Это миф Сотворения мира И сотворения человека Это миф Почему Потому что Там ничего прямого нет Не сотворял Бог Все это за 7 дней То есть мы не знаем Что такое 7 дней И как это было То есть это миф Который нужно расшифровать Но тем не менее За 6 дней За 7 он отдыхал За 7 он отдыхал Да Слава Богу Но сначала он создал что? Он сначала создал царство минералов Потом он создал царство растений Потом он создал царство животных И только после этих всех манипуляций Он создал человека То есть для чего он нам дал Минералы Растения Почему в таком порядке? Почему в таком порядке? Потому что это то Чем мы должны пользоваться Для жизни И тысячелетия Люди Этим пользовались Если мы говорим про Аплантиду Про которую мы много раз говорили То там пользовались кристаллами Магией кристаллов И силу кристалла И использовали ее для энергетики И имели энергии намного больше И дешевой И бесплатной Правильно? Чем мы сегодня имеем То есть еще одна область Как нас контролируют в этом мире Это через энергетику То есть нам не дают сделать бесплатную энергию Но самое главное Мы возвращаемся То есть тысячи и тысячи лет Человек использовал то Что ему дал Бог Он использовал и растения И минералы И тут пришел капитал И они решили Почему не может Химическая фармацевтическая промышленность Использовать натуральные продукты Я надеюсь Что многие из вас знают То есть это потому Что ее нельзя запатентовать Правильно? То есть ничего нельзя запатентовать То что натурально И поэтому им приходится изменять То есть искать химическую То есть Менять химический состав Для того чтобы Нет Они не меняют химический состав Они изготавливают Ну как это Копию То есть Они берут натуральный продукт и делают из него химическую копию. Ну да, они синтезируют вот это. Синтетическое вещество, то же самое это вот. Но нужно не забывать о том, что, я не знаю, я вот уверена, что очень мало людей, кто об этом знает, я сама узнала об этом только тогда, когда изучала аромотерапию и эфирные масла, о том, что оказывается натуральная молекула любого натурального растения, вещества имеет многомерное расположение, то есть она многомерна, то есть 3D. 3D, да. Так вот, когда делают синтетику, они все делают правильно. У них тоже самый набор протонов, нейтронов, что там они добавляют, куда, в каком составе, какое вещество. Единственное, чего они за столько лет не добились, это вот этого 3D состояния. Наши молекулы, все синтетические молекулы флэт, они плоские. И, может быть, именно это то, что Бог не дает сделать. И поэтому синтетические вещества ни в коей мере не могут заменить натуральные. И они сильнее, просто потому что туда больше добавляют. То есть правильно? Конечно. То есть человек просто добавляет большей концентрации, а натуральные вещества просто намного медленнее действуют. Но зато они действуют, у них есть еще и определенная интеллиженс. То есть они не просто действуют. То есть, например, человек, принимающий какие-то натуральные вещества и говорящий, я хочу снять головную боль, там вот у меня постоянные головные боли, это не значит, что именно это произойдет. Потому что для того, чтобы снять головную боль, может быть, сначала нужно вылечить желудок, а потом вылечить печень, а потом вылечить что-то другое. А человек принимает эту таблеточку, там, гомеопатическую, говорит, да, она не работает. У меня как были головные боли. То есть 30 лет были головные боли, хочу неделю попринимать, и чтобы вылечились. Это логика нашего современного западного мира. То есть мы ничего не делаем, чтобы предотвратить, но зато вылечиться хотим за два дня. Ну, давай говорить так. Пример этому, замечательный пример, это то, что если человек какое-то время был обездействован, он не может восстановиться раньше, чем за тот период времени, который он был обездействован. Абсолютно. Так оно работает. Оно должно так работать. То есть если ты... Там есть какая-то формула, то есть если ты, например, пять лет болел этим, то там будет определенное количество недель или месяцев, сколько ты будешь лечиться. Конечно. Но, к сожалению, даже наши практики этой всенатуральной медицины, которая у нас, в наших обществах здесь существует, настолько боятся, нас так запугали вот эти liability insurance, все вот эти тюрьмы, между прочим, и всего остального, что как только начинается правильный выход какой-то болезни, человек пугается, сам человек. То есть тот человек, ему не объясняют, что, ребята, без кризиса не будет лечения. То есть сначала должен быть кризис. И в этот момент ему раз, и снимают ту же гомеопатию, и дают другое. То есть нужно понимать, что к тому, чтобы вылечиться, и даже, а самое главное, это предотвратить болезнь, нужно работать. А на самом деле просто что произошло, когда химия, из алхимии стала химией, и медицина заменила бабок, или шаманов, или врачей техники? Знахари, да. Знахари, да. То есть она просто взяла химия, то есть если алхимия имела духовную составляющую, самая большая ее часть была духовная, а химическая составляющая была только маленькая часть, потому что на самом деле они искали просвещение алхимики, то химия взяла духовную составляющую. То есть мы отделили бога, религию, да, религию от науки, то есть мы отделили духовность, и мы пришли к тому состоянию нашего общества, которое мы имеем сейчас, колоссальное количество болезней, которые неизлечимы якобы нашей медициной. Только снимание симптомов, пересадка печени, почек и всего остального, и так далее. И мы, по-моему, сейчас должны уйти на перерыв, и тогда мы вернемся, что же есть такого, как нам все-таки с этим бороться. Оставайтесь с нами, будет интересно. Дорогие друзья, как я и обещал, мы возвращаемся в передачу или в программу Нины Бастетт, неочевидная, но вероятная. Надеюсь, пока все то, о чем мы говорили, вам было очень интересно, и, конечно же, продолжение следует, но сейчас у Нины есть пара объявлений, а потом мы продолжим. Прошу. Итак, еще раз объявление для женщин о том, что следующая встреча Клуба женской силы «Я богиня» состоится 20 мая в 7 часов вечера в Баффало-Гроф. Звоните мне с вопросами или с тем, что вы придете. У нас места всегда ограничены, поэтому, пожалуйста, регистрируйте заранее. Телефон 224-688-0155. 224-688-0155. И второе объявление, опять же, для женщин, для богинь, богинь и для тех, кто не считает еще себя богинями. Итак, 21 июня... Он еще даже не знает, насколько они богини. Это правда. И вот после этого, когда вы приедете на этот ретрит, который я сейчас объявлю, вы будете знать, что вы богини. Так вот, 21 июня, день летнего солнцестояния, который самый сильный энергетический день года. Один из. И женщины всегда использовали его для того, чтобы наполниться женской энергией, для того, чтобы дать счастье своей семье, своим мужчинам и себе, здоровье и молодость. И мы будем проводить ритуалы, которые проводили женщины всех веков, с 21 по 23 июня в Вискансине, женский магический ретрит для оздоровления и наполнения женской энергией. Поэтому звоните мне с вопросами 224-688-0155. Мы просто классно отдохнем, наполнимся энергией и поможем себе и своей семье. Ну, да. Я прослушал объявление, знаешь, я это слушаю уже вот вторую неделю, помню, да? Ну, я имею в виду второе наше общение. Вопрос у меня все равно возникает. Что такое женская энергия? Откуда она берется? И неужели, ну, вот в том смысле, о чем ты говоришь, неужели она действительно так, настолько нужна? Во-первых, я хотела сказать, кстати, про энергию. Это то, что я бы собиралась сказать чуть-чуть дальше по поводу медицины и то, что нам нужно. Это то, в чем человек должен понять, что в мире это все энергия. Энергия не бывает плохая или хорошая, но она бывает инь и янь. То есть это такое своеобразное разделение на женскую и мужскую. То янь — это активная энергия, и инь — это пассивная энергия. Это энергия луны, это энергия матери-земли, это энергия темная, это энергия спокойствия, это энергия совершенно другая и противоположная яньской энергии, которой очень много в этом мире. Потому что именно яньская энергия делает нас агрессивными. Именно благодаря яньской энергии существуют войны, и это неплохо. Я имею в виду войны плохо, но иметь яньскую энергию неплохо. Но, к сожалению, в нашем обществе, вы заметите, какое количество женщин живут одинокими, какое количество женщин очень тяжело работают. Они работают сначала на работе, а потом дома. Очень многие из них становятся бизнесвумен, очень многие из них руководят мужчинами. И при этом проблема в том, что женщины наполняются мужской энергией. То есть мы приобретаем характер мужчины. То есть идет взаимозамещение. Да, сама была в этом состоянии много-много лет. И много лет взяло, чтобы проработать именно то, ту энергию, которая должна стать женской. Точно так же женщина может управлять, но имея другие немного качества. А женская энергия, то есть любая энергия требует восполнения. Но именно женщина всегда была проводником энергии для мужчины. Ведь мы, даже в Библии написано, да, мужчина стал мужчиной после того, как у него приобрелась женщина. То есть мужчина без женщины является просто человеком, он даже не мужчина. И для того, чтобы мужчине, мужчина подсознательно это знает, поэтому он всегда ищет женщину, даже те мужчины, которые изменяют. Что они ищут? Большинство из них ищут. На свою голову приключения. Это точно. Это не только на голову, да? Да, да, да. Но типа, но это на самом деле они пытаются получить ту энергию, которую им не достает. Которую им не достает от их женщины, их жены, или той женщины, с которым они живут. И нас никогда этому не учили на западе, но это известная, абсолютно известная истина на востоке. Тогда, следуя твоей логике, получается, что мужчины это энергетические вампиры? Нет. Идет другой абсолютно обмен энергией. Энергии обмен должен происходить, только есть разная энергия. То есть, если женщина дает мужчине именно энергию любви, спокойствия, то мужчина ей дает энергию защиты, ответственности, энергию денег, благосостояния. Но для того, чтобы получить это благосостояние, женщина должна с ним поделиться своей энергией. То есть, у мужчины должны вырасти крылья. Главное, чтобы не рога. Ну, извините. Потому что, если он с рогами уже, то он не будет давать женщине энергию обратно. То есть, а что вы думаете, мало таких мужчин, которые получают, но ничего не дают замену. Ничего не дают. То есть, что такое, что значит не давать замен? Элементарные? Элементарная скупость. Мужчина, который, даже если он проститутку начал, нанял, даже если у него любовница, если он экономит на женщине, то придет время, и у него не только рога вырастут, но и все остальное отпадет. Да-да. То есть, как бы... И вообще с копыт свалится. С копыт свалится, да. То есть, поэтому существует в мире обмен энергией, и он должен происходить. К сожалению, женщины часто любят таких мужчин, которые строят из себя что-то, но не дают ничего взамен. При этом происходит... Женщина истощается, и нас никогда не учили восполнять эту женскую энергию. Последние лет 20 уже, это очень известно много практик. То есть, женщина должна делать то, что женщине положено, для того, чтобы наполняться энергией, для того, чтобы, если она не замужем, чтобы привлечь мужчину, если она замужем, чтобы удержать мужчину, если она замужем, для того, чтобы иметь благосостояние, то, которое она хочет, потому что, если она мужчине не даст энергию, у нее просто ее нету, он просто не сможет зарабатывать те деньги, которые ему нужны, и приносить их в семью. Поэтому, женщине нужно наполниться этой энергией, для того, чтобы потом поделиться от всего сердца им, со своим мужчиной, или накопить столько, чтобы привлечь того мужчину, который ей нужен. Отсюда вывод. То есть, для этого существует вот этот ретрит. Для этого существует очень много ретритов, очень много практик, очень много практикующих людей, которые это производят и делают. Просто, я лично организовала этот ретрит. То есть, 21 по 23 июня в Вискансине, нам ехать недалеко, 8-10 человек, и мы прокайфуем. 8-10. 8-10, да. Да, правильно. А то народ, как подумает, 80 человек. 80, да, да, нет. Или от 8 до 10 участниц. Поэтому, присоединяйтесь, дорогие женщины. Ну, раз мы уже дошли до этого, телефон 224-688-0155. Итак, давайте вернемся к нашей программе. Давай, но у меня еще есть один вопрос. Окей. Вот такого рода ретриты, они обязательно должны быть где-то, и если где-то, то почему. Нет, не обязательно. Просто, не обязательно где-то, это может быть даже у меня в доме, или в квартире, или где угодно. Просто, женщине необходимо, для того, чтобы наполнить энергией, хоть когда-то соединяться с энергией природы. Хоть когда-то. И это очень, это просто потрясающий день, потому что мы будем в Вискансине, на природе, и мы будем соединяться и с Матерью Землей, и с Луной, и костры жечь, и очень много чего будет происходить. Это уже секреты женские, которые женщина должна позвонить мне и узнать. Я понимаю, а для мужчин чего такое, там типа рыбалка, я знаю, с костром сухой, тоже наполнить энергией. Это у меня для этого есть другие ретриты. Окей, об этом мы поговорим. А там общий для мужчин и женщин, только каждый занимается своим. А потом встречаются, чтобы укрепить свою любовь. Хорошо, в следующий раз поговорим поподробнее об этом. Поподробнее об этом, да. Окей. Итак, как же нам в нашем современном обществе, может, есть ли что-то, что может нам помочь не просто уже излечаться тогда, когда уже поздно, не дай бог, а хотя бы лучше даже предотвращать наши болезни. А ведь существует колоссальное количество медицин, техник, практик, которые могут помочь людям быть здоровыми. Но для этого люди должны понимать, какие какие-то вещи. То есть, они должны согласиться с этими вещами, принять их, потому что иначе вылечить это невозможно. В этом нетрадиционной медицине тоже есть свои ограничения. Например, самое главное ограничение это то, что каждый способ пытается доказать, что он самый лучший. и говорит, вот если вы идете на випассану, вы должны делать только это, потому что мы хотим доказать, что именно это может вам помочь. Там, вы будете делать эту практику, делайте только эту. Вот это то, что какая-то ловушка, которая пытается опять же людей словить именно на это. я в своих консультациях всегда рекомендую людям очень много практик, потому что именно многие практики помогли мне и помогли многим людям, которым я уже помогла. Но никогда нельзя слушать тех, кто говорит только наше. Это важно. Когда люди, есть такое понятие, называется целостная медицина. И я так думаю, что мы, если я так буду рассказывать, мы, конечно, даже не дойдем до самых главных старинных методов, но тем не менее людям мы, наверное, будем просто об этом говорить и говорить, потому что это очень-очень важно. То есть, что же нужно знать человеку для того, чтобы все-таки быть здоровым? Ладно уже, те, кто больные, но что мы можем сделать? Это их выбор, это, наверное, их выбор, потому что бывает, что бывает такое, что душа выбирает и не хочет излечиться. То есть, ну, значит, это его выбор, этой души. Самое главное, что, чего наша западная медицина, кстати, мы об этом не говорили, не может сделать, они не ищут причины заболевания. То есть, правильно? То есть, пришли, почки болят, там типа, или там, нет, печень болит, так пить меньше надо, кушать меньше надо, вот это единственное, на что они могут обратить внимание. А причин заболеваний очень много. Это и психология, и карма, и желание души, и отношения, и самое главное, это эмоции. Ну, ты же знаешь, что обычно врачи говорят, то есть, какое мнение о медицине, то есть, врачи лечат симптомы. Симптомы, они лечат симптомы, они снимают симптомы, они могут помочь человеку, меньше болей иметь, легче перенести страдания, то есть, как бы, то, что мы называем страданием. Так посмотрите, вообще, что происходит. Людям современного общества все больше и больше приходит к старости. Да, мы вроде продлили жизнь, но люди приходят к старости полностью разбитыми. Это и опорно-двигательный аппарат, это и артриты, проблемы с позвоночниками, а сердечно-сосудистое заболевание. Типа, жрать меньше надо жирной пищи. Ребята, это не самое главное, в чем проблема с нашими сердцесосудистыми заболеваниями. Женщинам вообще рассказали, типа, иметь раннюю именно паузу, это нормально. И, типа, когда у тебя депрессия в менопаузе, тоже нормально. А депрессию после родов, тоже нормально. То есть, типа, готовят женщин к этому, их программируют на то, что это будет, а это ненормально. Менопаузу имели женщины всегда, все годы. Никто не, ну, может быть, у кого-то там оно и было, но, в принципе, приходили к этому абсолютно здоровыми. Никакие кости у них не разваливались, и психика у них не разваливалась, и с собой они не кончали, и все было нормально. А женщины после родов, какая депрессия, откуда она у них появлялась, это же счастье иметь, гормональные, гормональные проблемы, химические проблемы. А раньше у них была другая гормональная система. Или они что-то делали, чего мы не делаем. Или они жили в другом обществе, чего, в котором живем мы. Мужчины, которые потенция падает после 30 лет. С чем это связано? С чем связано? С тем, как мы живем. Мы совершенно выключили из своей составляющей духовную часть. Нас заставили поверить, что нету. Этому кьюр нету. Это так должно быть. Или если есть, для этого есть таблетка. Таблетка. То есть только таблетка, да, там, воягру, прими, и будет шикарно жить до этого, вот, да, там, типа, женщине, там, гормональную терапию вперед и делать. А что эта таблетка делает с почками или с печенью, это уже не важно. Ну, потом будем лечить то. Да. То есть просто люди, которые хотят жить здоровыми, должны понять, они должны просто это принять как факт, что людям, которые делают лекарства, которые делают медицинское оборудование, которые правят нашим миром, и они будут им править, пока мы не поменяемся, мы не поменяемся, им не выгодно здоровое население. Им очень выгодно удлинить жизнь человека. Прекрасно. Представляешь, сколько на него медикейт, медикейр и все страховые компании, которые тоже оплачиваются теми же. То есть с одного кармана перележали в другой, каждый заработал. Это нужно выучить, наверное, как отчинаж. Просто, и когда человек понимает, это есть, с этим бороться можно только путем изменения себя. Когда я меняю себя, я занимаюсь, я ответственна за свое здоровье, я занимаюсь своим оздоровлением, я буду жить долго и счастливо, и всегда буду помогать своим детям, а не быть им обузой, да, в старости. То есть я приду к этой жизни без, так нельзя говорить, здоровой и счастливой, без деменшии, без multiple sclerosis, без всяких этих вот. А детям рассказывают, уже с детства рассказывают, у них attention deficit, дефицит внимания, садят их на таблетки, антидепрессанты им дают. Это кошмар, что происходит. Притом, если раньше это давали взрослыми, теперь перешли на детей. Давайте залечивать их пораньше. Начнем вообще, как только они же, им же делают прививки, об этом уже достаточно говорил Алена Коллс, прививки им делают. До того, как они вышли из госпиталя, вы даже не знаете, кого вы получаете. Вы получили того ребенка, которого вы родили, или уже с измененным состоянием здоровья. Иммунитета, здоровья, конечно. Иммунитет убили моментально, потому что в глаза закапали антибиотики. Потом сделали прививку, и что вы берете? А вы уже теперь не знаете, что вы берете. То есть это уже тема изъезженная, Юлия говорит постоянно. Я надеюсь, что просто люди когда-нибудь прислушиваются к этому. Итак, что нужно делать, что нужно понять? То есть понять нужно то, что нужно к себе пониматься, относиться как к себе родному. Никто вам не поможет, если вы себе не поможете. Нужно понять и поверить о том, что наш организм, Бог так его сделал, он способен к самовосстановлению. И если вы действительно в это верите, то этим случаев есть колоссальное количество. Это мы уже, кстати, об этом рассказывали. Это люди, которые вернулись с того света. Это люди, которые прожили клиническую смерть. Они выздоравливают моментально. Это люди после комы, которые выздоравливают. Но они приходят к врачам, которые говорят им, а, это вернется. Блин, им специалист сказал, что это вернется. Конечно, оно возвращается. Мы должны понять о том, что наш мозг контролирует, что происходит. Если вы идете к кому-то с идеей того, что вы очень больны, любой аппарат покажет вам эту болезнь. Даже просто аппараты. Это уже известный факт. Это факт, который доказан физикой. Это для тех людей, которые верят только в науку. Квантовая физика доказала, что наблюдаемый влияет на результат того, что он наблюдает. Это уже даже не поддается сомнениям. Это уже наука. Для тех, кто скептик. По этому поводу есть такой черный юмор-анекдот, но тем не менее, очень близко по теме. Больной просыпается на каталке, чувствует опыт. Доктор сказал в морг, значит в морг. Все. Понимаешь, вот тебе программа. Поэтому больной не занимайтесь самолечением. Доктор сказал в морг, значит в морг. Абсолютно. Абсолютно. Шикарный анекдот. Именно по теме. И второе, это я должен вам рассказать. Ну расскажи. Это та же ситуация. Больной просыпается на каталке, чувствует, его куда-то везут. Он говорит, вы куда? Ему говорят, мы в морг. Он говорит, подождите, так я же еще не умер. Он говорит, подождите, мы еще не доехали. То есть вот, вот это наша программа. Второе, что нужно понять тем людям, которые хотят жить здоровыми. И умереть в 108 лет или в 120 лет, сколько там нам положено? Ну хотя бы до 120. До 120. Здоровыми. В полном состоянии ума. Или, как говорят, до 119, чтобы потом написали, ушел безвременно. Так вот, нужно понять, что это без этого вы не сможете вылечиться, не сможете быть здоровыми. Что существует факт того, что мы все состоим из 100% из энергии. Нету пустого пространства. Между нами, между мной и тобой нет сегодня пустого пространства. Мои мысли влияют на тебя, если мы вибрируем на той же самой плоскости. То есть люди передают друг другу мысли на расстоянии и так. Мы всегда имеем телепатию, просто мы не знаем, откуда эта мысль идет. И поэтому контроль мысли, я уже просто говорю об этом каждую передачу. Контроль мыслей очень важен. Просто поняв, что мы все связаны и что поменяв свои мысли, вы меняете не только свою жизнь, но жизнь своих детей, жизнь своих внуков, жизнь своих родителей и очень многих людей рядом, поменяв любой взгляд на жизнь, вы меняете, я не помню, кстати, S.S.H. Анчиснес говорит об этом, по-моему, тысяча с чем-то человек. Я не помню, просто цифры с цифрами у меня. Не это вот. То есть, и люди могут влиять друг к другу, как хорошо, так и плохо. То есть, если вы генерируете негативные мысли, эти мысли распространяются. То есть, если вы генерируете негативную мысль про своего ребенка, вы его сглаживаете, даже если вы это не произносите. то есть, поэтому контроль мыслей, контроль эмоций постоянно, понятие того, что мысли и эмоции – это, это, помните, каждая мысль материальная нам говорили, помните, точно так же и эмоции. Эмоции вообще контролируют мир. То есть, поэтому эмоции – это энергия, которая влияет на состояние здоровья человека. Поэтому это обязательно. И вот тогда, когда вы понимаете, что можно самому себя исцелить, я не могу вам рассказать всю лекцию, то, которую я делаю в семинарах, но я могу сказать, с чего надо начать. И говорила я это я уже сто раз, наверное. Нет, ну сто, я извиняюсь, я не столько раз, не столько передач еще провела. Ну, пусть будет сто первых. Я еще не столько передач провела. Итак, начинать нужно. То есть, вот если вы себе приняли решение, то начинать нужно с исцеления эмоций, потому что у нас колоссальное количество эмоций, которые загнаны внутрь. Это, эти эмоции идут не только с этого рождения, но и с прошлых рождений. Мы рождаемся с этим для того, чтобы их проработать. То есть, это не для того, чтобы сидеть и страдать, какая я несчастная, или какой я несчастный, и мне женщинами не везет, или мне с мужчинами не везет. Это для того, чтобы вынести уроки, проработать то, зачем мы сюда пришли, понять, для чего мы сюда пришли, и излечиться. И вторая очень важная вещь, это повышение энергетики нашего тела. То есть, если мы не повысим энергию нашего тела, а мы знаем, и все слышали, наверное, такую фразу, mind, body and spirit, то есть, тело, душа и сознание, а так вот, тело является, оно, по тому, как оно было построено Богом, является самым низковибрационным. То есть, почему? Потому что мы должны выглядеть, что мы цельные, ну, то есть, что мы твердые. На самом деле, ничего твердого в нас нету, но именно поэтому, то есть, контроль, поднятие энергии тела, и все это происходит, то есть, это вот две главные, главные вещи для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы начать, только начать. Это обязательное прощение. Без прощения нету исцеления эмоций. Это невозможно. Об этом говорили во всех писаниях, во всех религиях, во всех учениях. Прощение, это не значит допускать того человека, который вам делает больно, в свою жизнь. Это очень важно понять. Простить и отпустить не значит разрешить этому человеку опять делать вам в душу. поняв, что этот человек сделал, потому что вы должны были пройти специфические уроки, это поможет. И контроль мыслей, как мы говорили, то есть, для того, чтобы понять энергетику себя, тела и всего организма, и физическая очистка организма. То есть, физическая очистка организма обязательно нужна. А вот, как более подробно это сделать, я расскажу на следующей, на следующем передаче. Но я хочу вам рассказать один очень интересный факт по поводу фармацевтической компании. Есть такая фармацевтический, фармацевтический гигант, который называется Bayer. Я думала, что люди слышат. Так вот, Bayer, компания Bayer организовала свою первую фабрику, наверное, первую или не первую, не знаю, в Германии. И имела контракт с Гитлером для того, чтобы построить колоссального, там, 5 километров или что-то такое. И как вы думаете, где вы, они имели контракт с Гитлером для доставки бесплатной рабочей силы, ну, дешевой рабочей силой. И как вы думаете, почему возник Освенцим для доставки этой рабочей силы? А так как люди не выдерживали там больше трех месяцев, то Гитлер, их приходилось сжигать в камерах, то Гитлер подвел под это почву. И, то есть, его доктрина уничтожения евреев и там высшей расы пришла через пару лет после того, как количество, колоссальное количество людей уже погибли на стройке этой фабрики. Неужели вы думаете, что эти фармацевтические компании, которые тогда, им было пофиг, люди, для них это было мясо, сегодня о нас заботятся? Я хочу, чтобы просто вот это очень неочевидный, но вероятный факт, вы можете сделать ресерч. Об этом есть такой документальный фильм, который называется кинцер, кьюр-фо-кенсер, я не помню, как он называется, то есть, которые существуют, кьюр-фо-кенсер, то есть, кинцер можно, рак можно вылечить, ну, естественно, не на третьей, на четвертой стадии, мы об этом не говорим, а уж точно предотвратить. Вот подумайте над тем, на той историей, которую я вам рассказала прямо в заключении и начните, начните прощать, не знаете, как звоните, я делаю консультации, контролируйте свои мысли, не знаете, как для этого и я делаю консультации, и есть такие, другие практики, которые помогают здесь, то есть, чистите свое тело, у меня есть, у меня есть три любимых человека, они все три Лены, одна чистит мысли и верование, другая чистит физическое тело и третья чистит вообще, ну, вообще организм и все остальное и помогает вам правильно смотреть на жизнь, поэтому звоните мне, звоните вашим практикующим, практишенам, но самое главное, поймите, ваши мысли и ваши эмоции контролируют ваше здоровье, начать надо с этого. Спасибо огромное, Ниночка, спасибо, очень интересно, конечно же, ну, я надеюсь, что мы еще не раз поговорим на эти темы, а пока, будь здоровенькая до тех пор, пока мы с тобой опять не встретимся, пока, а потом я тебе еще пожелаю, в мелких дозах. Да, мой дедушка тоже каждый год желал себе хорошего.